В МВД в 2019 году создана группа, в состав которой вошли сотрудники Управления по вопросам миграции и Центры по противодействию экстремизма. Ее задача – выявление фактов заключения между иностранцами и гражданами России фиктивных браков для получения квоты или гражданства России. Отметим, что в 2020 году в Адыгее установлено наличие признаков фиктивного брака, заключенного между гражданином одного из государств ближнего зарубежья и россиянкой. В связи с чем собранные материалы были направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования. Результатом изучения материалов, представленных МВД по республике Адыгея, прокуратурой предъявлено исковое заявление в суд о признании брака недействительным. В миграционном управлении вынесено решение об аннулировании у иностранца ранее выданных разрешительных документов. Еще один факт выявлен оперативниками этого управления. Он связан с незаконной предпринимательской деятельностью по добыче питьевых вод. В данном случае подозревается директор ООО, занимающегося водоснабжением населенных пунктов в Тахтамукайском сельском поселении. Установлено, что ранее данное предприятие осуществляло свою деятельность на основании лицензии на добычу питьевых вод для хозяйственного питьевого водоснабжения. Однако в августе 2018 года срок данной лицензии истек. Руководитель организации не стал ее пролонгировать, продолжив осуществлять деятельность без разрешительных документов. В результате неправомерных действий он незаконно извлек доход в сумме более 9 миллионов рублей. Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».